МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вполне похоже на провокацию России или информационную провокацию с целью раздуть ситуацию. Наступление россиян в Харьковской области. Почему оккупанты нацелены на Волчанск и куда могут дойти? Келькость обстрелов залишилась такая же, как и вчера, и сегодня интенсивность обстрелов не сменшивается. Постанно стреляют по всем месту. Адам Кадыров приглянулся делегации из Африки. Уедет ли теперь в Гвинею Бесау? Вы теперь мой друг на всю жизнь. Вы же теперь с вами подвесили. Да, да, да. Вы же безомнен, но она... Ну, по-моему, я хочу, чтобы управляли подавателя. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наше видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. Итак, в Белгороде произошло обрушение подъезда жилой десятиэтажки. В первые минуты после этого события в сети появились видео с камеронаблюдения. Видна яркая вспышка и уже непосредственно само обрушение части дома. Белгородский губернатор моментально пишет о том, что во всем виновата Украина. Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. В российском Минобороны тем временем без промедления заявили о том, что удар наносился точкой У, РСЗО «Альха» и «Вампир». Эти выводы Москва опубликовала в то время, как на месте обрушения даже не завершили поисково-спасательные работы. А вот якобы в дом влетел фрагмент ракеты, которая была сбита российской ПВО. Но виноваты все равно в этом украинцы. Просто вспомнить последний теракт «Корбус-Сол» называется, когда буквально сразу во всем этом обвинили Украину. Если обвинять Украину в том, за что берет на себя ответственность ИГИЛ, где просто на сегодняшний день прошло более двух месяцев и никакого доказательства причастности Украины к тому теракту не было предоставлено, то Россия все равно не отказалась от этой версии. То, что касается сегодняшнего инцидента, я думаю, это было на поверхности, что первое же обвинение, первая версия будет в сторону Украины. Все обвинения россиян в обстреле силами обороны пока не соответствуют действительности. Вполне похоже на провокацию России или информационную провокацию с целью раздуть ситуацию для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов. Кроме того, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах. Приграничные населенные пункты Харьковской области – это одна из самых горячих точек на линии фронта. Несколько дней назад российская армия начала наступление. Российские войска пытаются продвигаться из Белгородской области. Мониторинговые каналы, в частности Дипстейт, сообщают о том, что путинская армия оккупировала село Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Это относительно небольшие населенные пункты. Например, суммарно площадь села Пыльное и Огурцово – это полтора квадратных километра. Накануне о том, что в районе некоторых из этих сел в ИСУ проводят оборонные операции, говорил Зеленский. Подразделения отдельного отряда специального назначения ОМЕГА Национальной гвардии Украины сообщают, что с определенных позиций украинским силам обороны пришлось отойти, а россияне продвигаются, несмотря на большие потери. Военные аналитики уверены, что того количества войск, которое есть сейчас на границе с российской стороны, недостаточно для того, чтобы оккупировать Харьков. Найважливее то, что 53 тысячи особого склада не наступают на Харьков. Они не задеянные. Задеянные, ну, если взять калькулятор, пораховать, задеянные навык не ци 18 тысяч особого склада, которые над группами войск Брянск, Белгорода, Курск. А саме задеяна значно менша кількість. Чому? Потому что 44-й армейский корпус, он сейчас недоформованный. Он недоформованный за особовым складом. Он недоформованный за кількістью механизованої компоненты. Нема штатної комплектации. И именно поэтому 44-й армейский корпус, который до 10 травня уже должен был размещаться в Белгороде в кількости почти 4000 особого склада, таким образом там не размещался. Немного больше 2000. Они не встегали. Одною из важных целей для путинской армии может быть город Волчанск. Это тоже приграничный населенный пункт на севере Харьковской области. Город под постоянными обстрелами. Там уже провели эвакуацию. До начала полномасштабной войны там проживало более 17 тысяч жителей. Сейчас население выезжает. Улицы опустили. Встретиться с русским миром местные не горят желанием. Кількість обстрелів залишилась така, як і вчора. І сьогодні інтенсивність обстрелів не зменшується. Постійно стріляють по всьому місту. В американському інституті изучення війни назвали причини, по которым Волчанск так интересен оккупантам. Российські війська, скорее всего, пытаються быстро ізолювати район бойових действий к востоку от реки Северський Донець і захватить Волчанск. Це направлення наступления, которое, по мнению российських військ, може угрожати українській групіровці, обороняююся на Купинском направлении. Армія РФ, вероятно, разрушила мосты однака продвижение российських войск дальше к югу от Волчанска потребует длительних переходів по открытой местности, чого российські війська не демонстрировали последние полтора года. Грузія продолжает протестовать. На улиці Тбилиси в субботу вышло практически 50 тисяч людей в рамках марша Европи. Це акція в поддержку будущего Грузії як члена Європейського Союза і, конечно же, проти закона об іноагентах, который называють российським законом. Многотысячний митинг состоялся через день после того, как грузинский премьер Иракли Кабахидзе вновь заявил, что правительство не отказывается от этого законопроекта і буде його продвігати. А заявления оппозиції і молодежі їм, по сути, неінтересны. Кабахидзе считає, що молодих людей ввели в заблуждение. Бі-бі-сі пишет, що в цьому законопроекте протестуючі определенно видять угрозу не тільки свобода слова і гражданському сектору Грузії, ну і можливому членству в Євросоюзі. На цей раз митинг прошел доволі спокійно. Я чувствую, що на нашому поколенні лежить ответственность за то, щоб наше будущее і будущее поколений після нас були в безпасності, щоб у них була свобода слова, і вони були, по сути, свободни. І ми не хочемо бути частиною Росії. Ми ніколи не хотіли бути частиною Росії. І нашою целью всегда було і всегда буде бути частиною Європи, европейських ценностей і бути свобода. Сім'я Кадырова приймає гостей в Чечню. С визитом прибыл президент Гвинеи Бесау Умару Сисоку Эмбало. Говорит, хоче партнерських отношений з Росії і її республіками. Умару Эмбало заявив, що Путін хвалил Кадырова, і тому йому захотелось приїхати в гості. А один із участників цей делегації положив глас на сіна Кадырова, Адама, і позвал його в Гвинею Бесау для совместних тренировок. І напоследок немного о прекрасном. Ученые прогнозируют, що в обозримом будущем, а може вже і на днях, ми знову зможемо наблюдати за полярним сиянием. Причем в нетипичних для нього странах. Все це зв'язано, конечно же, з активністю на Солнце. Іменно по цьому на днях мільйони людей вперві увидели некогда редке явлення. Дякую за перегляд! 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 Дякую за перегляд!